Альмира Рай Жажда не безумие Глава первая Боже, ненавижу чувство нервного предвкушения. Я безумно рада, что решилась на переезд в другой город, и еще больше, что буду жить вместе с лучшей подругой, прямо как в старые добрые времена. Но вместе с тем, я непонятно почему нервничаю, как перед первым экзаменом, когда органы сжимаются в тугой узел. «Остановка, 15 минут!» объявил водитель автобуса и начал сворачивать на заправку. Кто-то сонно заворчал, кто-то облегченно выдохнул. Я относилась к последним. Мне было просто необходимо выйти на свежий воздух и размять ноги. А еще купить беруши, потому что мужик на заднем сидении ужасно храпит. Минус ночных рейсов. Но между автобусом в три ночи и автобусом в шесть утра я определенно выберу ночной. Девушка на соседнем сидении спала непробудным сном. Потому я просто аккуратно перешагнула через ее ноги и первой подбежала к двери. «Пятнадцать минут!» — напомнил мне водитель. «Опоздавших ждать не буду». «У меня есть с собой часы», — заверила я и показала запястье. Бабушкины часы я не снимала никогда. Они больше напоминали винтажный браслет и выглядели очень круто. Спрыгнув со ступеньки, я потянулась и размяла затекшую шею. Многие пассажиры автобуса побежали на заправку занимать очередь в туалет. Меня нужда не звала, если только другая. Я собиралась бросать курить, честно. Бабуля даже дала мне специальный чай, подавляющий зависимость. Она у меня спец по китайской народной медицине. Жаль, что я вижу ее только раз в год. Но после того, как мама приехала в США поступать в университет, наша семья раскололась на два континента. Не сказала бы, что Штаты мне нравятся больше, чем Китай. Здесь мама, друзья, работа, но... Что-то магнитом тянет меня на историческую родину, к бабушке. В ее небольшой и уютный домик у реки. Я хмыкнула от мысли, что когда-нибудь променяю шумную ночную жизнь на тихую и беспокойную. Но не сегодня. На часах было ровно четыре ночи. Вид звездного неба завораживал, как всегда бывает вдали от большого города. Я полюбовалась им мгновение. Ведь в Бостоне такого не увижу. И пошла в маркет. Купила беруши, любимую вишневую жвачку, пачку сигарет и спички. Растолкала все по карманам и вернулась на улицу. Знак, запрещающий курить, висел прямо у входа специально для таких умников, как я. Вздохнув, обошла здание маркета. Там было темно и тихо. Правда, пахло не очень. Но я не собиралась здесь торчать вечность. Взяв сигарету, затянулась и выпустила струйку дыма вверх. М-м-м, кайф. Ты слышал? Раздался мужской голос справа. Когда я повернула голову в том направлении, из-за угла показалось двое крупных парней. У одного точно был южный акцент, а у второго на голове ковбойская шляпа. И их знатно пошатывало. О-о-о, какая цыпочка! Обрадовался второй. Чёрт! Выругалась я и потушила сигарету об стену. Покурила. Мне не нужны были приключения, потому я направилась в противоположную сторону и обалдела от шока, когда наткнулась на мужскую грудь. Был и третий ковбой. Трижды чёрт! Куда-то торопишься, киска. Лениво протянул он и грубо схватил меня за руку. Приключения всё норовят меня найти, да? «Отпусти, я буду кричать», — заявила я, чувствуя, как к горлу подбирается панический крик. Те двое уже подошли со спины, и один имел наглость шлёпнуть меня по заднице. «Дикий-дикий запад, ты посмотри, какая попка!» Этот, что шлёпнул меня, засвистел, а второй добавил. «Эта шлюшка точно хочет, чтобы её трахнули, иначе не надела бы такую короткую юбчонку». «Ну всё». Я закричала, что было сил, но вырвалась только «по...» «Могите». Прервалось в невнятное мычание, когда стоящий передо мной придурок закрыл мне рот ладонью, толкнув в холодную кирпичную стену. Я отказывалась верить в происходящее, потому что это было до абсурдного глупо. Я живу ночной жизнью со школы, то есть целых десять лет. В конце концов, я бармен в ночном клубе, и почти каждый день возвращаюсь домой под утро. Но ни разу за всю мою жизнь, клянусь, ни разу, не оказывалась в подобных ситуациях с участием тёмного закоулка, кирпичной стены и трёх нетрезвых мерзавцев. «Почему сейчас?» Я разозлилась настолько, что страх отступил. Отшвырнула лапу одного, который полез к моей груди и укусила за палец того, кто сжимал рот. «На помощь!» Наконец смогла прокричать, когда тот зашипел и отдёрнул свою мерзкую конечность. Я поняла, что мне прилетится укус, и быстро присела, сжимая голову руками. «Отлично! На колени, мерзавка!» Гнусно засмеялся третий, который стоял сбоку и схватил меня за волосы. Я визжала так громко, как могла. Уж это должен был хоть кто-то услышать. Из автобуса выходило не меньше десяти человек. Все они зашли в здание, но надежда у меня всё равно была. Со мной просто не могло произойти ничего настолько мерзкого, как изнасилование ковбоями. «Почему ковбоями?» «Да заткнись, дура!» Подонок в шляпе, державший меня за волосы, вдруг отпустил, и вместе с тем раздался странный звук и жалобный всхлип. Я рискнула посмотреть. Убрала ладони с лица. Двоих не было. Они просто испарились, словно под землю провалились. А самый первый наглый пятился, смотря куда-то вверх надо мной. Проследив за его взглядом, я так ничего и не увидела в небе. «Сам свалишь или помочь?» Неожиданно раздался новый голос. Моё сердце билось, как испуганная птичка в клетке. Но когда четвёртый парень спрыгнул с крыши и моментально выпрямился между мной и ковбоем, оно на мгновение замерло. Я застыла с мыслью. «Какого хрена происходит? Откуда он взялся?» Такое чувство, будто я попала в дешёвый фильм ужасов. Люди то бесследно исчезают, то появляются из ниоткуда. Но все вопросы отпали, когда ковбой мотнул головой и сорвался на бег. Он сбежал, испугавшись какого-то дрыща. Этот, который спрыгнул с крыши, выглядел именно так. Он был очень худым, одет в чёрную кожаную куртку, чёрные штаны с металлической цепью и обут в громоздкие ботинки. О, а ещё у него были длинные светлые волосы, завязанные в хвост на макушке. Можно было бы принять его за широкоплечью бабу, но он развернулся, и я увидела лицо. Худое, угловатое, с острыми скулами, тонкими губами и раскосыми глазами нереального лазурного цвета. Он смотрел на меня, как на еду. Взгляд действительно пугал. Но всё же было странно, что трое огромных мужчин испугались его и сбежали. Очень странно. Точно как постановка. Я медленно выпрямилась, поднявшись с помощью стены, поправила волосы, которые были намного короче, чем у блондина, и подозрительно покосилась по сторонам. Э-э-э... Что ж, спасибо. Он хмыкнул, склонил голову на бок и осмотрел похотливым взглядом моё тело. Сначала майку и вырез на груди, потом юбку и ноги до самых ботинок. Мне стало не по себе, но всё равно он не казался таким страшным, как те придурки. «Откуда ты взялся?» — решила уточнить я. «Ты звала на помощь?» — только и ответил он. И у него был заметный акцент. Кажется, русский. Я сразу отметила, что голос у блондины был низким и сильным. Таким, какие обычно принадлежат вышибалам из клубов. Он был высок, но всё же выглядел хиленьким. «Да, спасибо», быстро повторила я. «Попались же уроды». Я посмотрела на часы и с радостью отметила, что до отъезда осталось ещё пять минут. Я достала новую сигарету и подкурила, игнорируя трясущиеся руки. Сделала затяжку, нервно улыбнулась своему странному спасителю и сделала шаг вдоль стеночки по направлению к углу здания, за которым ждал автобус. Блонтин вырос передо мной и преградил путь в мгновение ока. Его движения были невероятно быстрыми. «Разве я отпускал тебя?» С насмешкой спросил он. Ничего, кроме возмущённого смешка, у меня этот вопрос не вызвал. «А не охренел ли ты?» Тут же выпалило. «Я не собираюсь здесь оставаться». «М-м-м-м-м». Он довольно замычал и втянул воздух возле меня, как будто принюхивался. А потом и вовсе расплылся в довольной улыбке. В моей странной голове промелькнула идиотская мысль, что у него симпатичные зубы. Они не были идеально ровными, а клыки и вовсе выделялись. Но я всегда находила такую улыбку забавно милой, словно маленький вампирчик. «Дай пройти, придурок!» процедила я. «Пантера!» произнёс он и закусил губу одним клыком. Я невольно опустила взгляд на его губы и больше не смогла его поднять. С его акцентом буква «Р» получилась урчащей. «Я опаздываю на автобус!» рассеянно произнесла я и несколько раз моргнула, заставляя себя прекратить пялиться на его рот. «Не опаздываешь, не ври!» ответил он и забрал сигарету из моих пальцев, сделал затяжку и выбросил её себе за спину. «Эй!» возмутилась я, но смолкла, когда он приблизился ко мне на долбанный дюйм. «Ты же до сумасшествия хочешь меня!» проговорил он тихо, глядя мне в глаза. Его голос тут же отозвался горячей пульсацией у меня между ног. Он сказал это с такой уверенностью, будто бы точно знал, как отреагирует моё тело на его близость. Или он внушал мне это. В любом случае я не могла оторвать от него глаз. Мысли стали спутанными, заторможенными. Его запах проник в ноздри и вызвал микровзрывы в голове, которые ощущались как приятное покалывание, как щекотливый бег мурашек, что ударил волной неистового возбуждения внизу живота. Какое-то сумасшествие на ровном месте. Стало ещё хуже, когда блондин прикоснулся ко мне. Кожа в том месте начала пылать. Его ладонь легла на внутреннюю часть моего бедра и нагло поползла вверх по ноге прямо к трюсикам. Я понимала, что происходит что-то ненормальное, но по какой-то непонятной причине не делала ни одной попытки сопротивления. Лишь смотрела в гипнотические глаза и прислушивалась к реакции своего тела. Оно никогда не реагировало так на одно только прикосновение. Блондин добрался до моего нижнего белья и всего-то медленно провёл пальцем. А у меня внутри будто всё взорвалось. Я была на грани чёртового оргазма. Хуже. Я была на грани того, чтобы раздвинуть ноги шире и позволить ему продолжить. В горле жутко пересохло, когда я попыталась сказать вялое «нет». Я ощутила очень резкую потребность во влаге и опустила взгляд на его губы. Они блестели и казались какими-то манящими. «Остановись!» едва слышно сбившимся шёпотом произнесла я. На это блондин удивлённо вздёрнул брови и позволил себе ещё более откровенные прикосновения. Из моей груди поднялся сладкий стон вместе с новой волной наслаждения. Я закатила глаза всего на крохотное мгновение, чтобы дать себе передышку, набраться сил и оттолкнуть его. Но не видя его, я полностью погрузилась в бессмысленное и беспощадное наслаждение. Этот тип буквально перенёс меня за грань безумия. А как ещё можно объяснить, что я позволяла ему делать с собой? Я застонала громче, когда он задался целью довести меня до оргазма. Я понятия не имела, кто он и почему это делал, но в ту секунду я не смогла отказаться от этого сумасшествия. «У тебя есть четыре минуты», простонала я и услышала тихий смешок возле своих губ. «Думаю, у меня есть столько минут, сколько я захочу», ответил нахал более чем самонадеянно, с полной уверенностью в каждом слове. Чёрт! Это заводило ещё больше. Не знаю, кто первым потянулся для поцелуя. Возможно, я. Но в любом случае, когда его язык сплёлся с моим, меня унесло. Меня просто унесло в мир красочных мультиоргазмов, где даёт леденцы за каждое ругательное слово и всячески поощряют за извращение вроде поцелуев с незнакомцами на заднем дворе заправки. Это плохой мир, но любой девушке там понравится. Ты горячая, как ад! Отвесил мне комплимент блондин сразу после того, как его пальцы утонули в моей влаге. Моя юбка задралась до самой талии, губы жгло от поцелуя, и я, в принципе, уже получила свою долю удовольствия. Хорошо бы оторваться от парня и сесть в чёртов автобус, но я не могла. Меня тянула к нему неведомая сила. Он убрал руку, закинул на себя мою ногу и вжался пахом, показывая, как сильно возбуждён. Я застонала в его рот, и он жадно захватил мой язык, терзая губы. Он ощущался таким твёрдым, что я невольно задумалась о том, чтобы дойти с ним до конца. Это была грань, которую я никогда не переступала, грань незащищённого секса с незнакомцем. Мне никогда не срывало крышу настолько, мне никогда не попадались парни, ради которых я решилась бы рискнуть, но этот был таким сладким. Поначалу я испытала несказанное разочарование, когда прогудел клаксон автобуса, но спустя секунду мгновенно отрезвело. Мать вашу! Какого хрена я вытворяю? Эта мысль остудила меня молниеносно, будто я упала в ледяной бассейн. Я увидела, как безобразно выгляжу со стороны, я почувствовала, как спадает наваждение, а возбуждение сменяется злостью. В конце концов, я представила лицо бабушки, если бы она вышла из-за угла и увидела все это. Да, лицо бабушки стало последней каплей. Я укусила блондина за губу, когда поняла, что толчки на него никак не действуют, а потом, недолго думая, врезала ему между ног. Он издал короткий стон и согнулся, уткнувшись лбом в стену над моим плечом. Я поднырнула под его руку и бросилась бежать. Лишь на секунду обернулась, чтобы проверить, бежит ли он следом. Но он, кажется, не собирался, лишь уперся ладонью в стену и смотрел мне вслед оголодавшим диким взглядом. А еще тяжело дышал, и на его губе была кровь. Парень вообще не мой тип, но черт меня подери, он самый горячий мужчина, которого я когда-либо встречала. Вообще, в принципе. Поправив на ходу юбку, я потерла лицо и вбежала в автобус. «Я же говорил», заворчал водитель. «Пятнадцать минут». «Простите». Бросила я и поспешила сесть на свое место. Сердце не собиралось успокаиваться. Я перешагнула спящую соседку, устроилась у окна и заметила его. Он шел к машине на парковке. Это был Ламбо. У самого сексуального блондина хренов Ламборджини. Он нажал пульт сигнализации и посмотрел точно мне в глаза, как будто почувствовал мой взгляд на себе. Дикость какая-то, но я услышала его низкий голос с грубым акцентом в своей голове. «Пока, пантерка». В ужасе округлив глаза, я задернула шторку на окне и откинулась на спинку стула. «Охренеть, что я расскажу, Николь!» и откинулся на окне